Вот так с высоты птичьего полета сейчас выглядит украинский город Торецк в Донецкой области. В результате ожесточенных боев в последние дни целые районы города практически стерты с лица земли. По заявлениям российской стороны, войска РФ контролируют две трети его территории. Давление российской армии усиливается и на Кураховском направлении. Генштаб ВСУ в Киеве сообщает, что только во вторник на этом участке фронта было совершено 40 штурмовых атак российских войск. 16 октября в Минобороны России заявили, что село Красный Яр в Донецкой области и село Невское в Луганской области перешли под контроль российской армии. А это кадры атаки ВСУ на российский полигон в оккупированной Запорожской области, которая произошла на этой неделе. По солдатам, собравшимся на открытой местности, ударили из реактивной системы залпового огня «Хаймарс». Точная дата атаки не сообщается, но по информации СМИ, это уже шестой подобный инцидент за последние восемь месяцев. 16 октября в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский впервые публично раскрыл детали так называемого «Плана Победы», который должен помочь Украине одержать победу в войне. Всего в плане пять пунктов. Первый – геополитический. Он подразумевает приглашение Украины в НАТО прямо сейчас, еще до окончания войны. Приглашение Украине вступить в НАТО может стать поистине фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО – это вопрос будущего, а не настоящего. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты провалились. Русские должны почувствовать, что их царь проиграл в геополитическом плане. Второй пункт касается обороны. Украине требуется больше западного оружия, а также снятие ограничений на удары по территории России. Это реалистично – защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно перенести войну на территорию России, чтобы россияне действительно почувствовали, что такое война, и, несмотря на российскую пропаганду, перенаправили ненависть на Кремль. В третьем пункте Зеленский предлагает разместить на территории Украины некий комплексный неядерный стратегический пакет, который позволит сдерживать Россию. В четвертом говорится о развитии экономического потенциала Украины, а пятый касается послевоенного времени. По мнению Зеленского, контингент США в Европе смогут заменить украинские военные, которые передадут НАТО свой опыт по защите Европы. Кроме того, есть три секретных приложения. Зеленский добавил, что если начать следовать плану победы прямо сейчас, то войну можно будет закончить не позднее следующего года. В Кремле, комментируя план победы, призвали Киев, цитата, протрезветь. Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом. Вот, по всей видимости, это так. Какого-то иного там плана нет. Там может быть иной план, который может быть действительно мирным. Это осознание киевским режимом без перспективности той политики, которую они проводят, и, скажем так, понимание необходимости протрезветь и осознать те причины, которые привели к вот этому конфликту вокруг Украины. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук показал журналистам титульную страницу плана победы, добавив, что парламент единогласно его поддержал. Теперь Киев ждет реакции союзников. Пока полную версию видели только Джо Байден и несколько европейских лидеров. Тем временем глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил Зеленского представить план на саммите ЕС. Он пройдет уже в четверг, 17 октября. Продолжение следует...